Мы не конфликтуем, помогаем вам. Что они, что мы, да? И слава Богу. И все вместе мы теперь помогаем в общем и делаем. Мне кажется, этого достаточно. Потому что, если бы изначально мы часто, нам бы опять сказали, в ангажированности, да? То давление на следствие оказывать. Мы говорим, мы можем разместить материал, но вы уже понимаете, что вы оказываете давление на следствие. Нет, это не давление. Ваше заявление. Вы знаете, что сколько мне приходится отвечать. Я говорю, а с нас только хотели. Вообще никак не отвечаешь за то, что вы делаете. Смотрите, то есть следователь логой ко мне говорит. Ты же канап, вы меня... И господин Мирзаян то же самое говорит. Вы со своими заявлениями мешаете расследованию, под ногами тут путаетесь нам. И одна из... Вот в интернете было сообщение. Женщина, очевидец, она говорит, проезжала мимо. Страшная катастрофа. Молодая женщина сидит, склонившись на руль, а пожилая сидит рядом и разговаривает с милиционером. То есть она еще давала какие-то показания. Думаю, следствие им не было. Нет. Я не знаю, но я не могу. Боюсь что-то. И вот как раз майор Хованский, который задним числом уволился. Вот почему он на месте на рабочем был известный в погоне. Шел мимо. Да, вот как-то оказался случайно. Вот он им заявил, что говорит, что... Ну, бабушка вам расскажет, а машину забирайте отсюда. Сейчас мы сюда ходим. Вот такое... Вот отношение к людям. Критерии. Критерии. А потом, понимаете, самое главное же не нужно ставить на доску. Вот кто более ценен для народа, истории, тот вроде бы как... Вот более прав. Нет. Прав тот, кто прав. А тот, кто не прав, должен быть не прав. Но тогда он должен... Вот правильно, как говорил сейчас человек, он должен взять и сказать, ребята, простите. Я не прав, но так получилось. Вот так сложилось. Вот этого, я считаю, нужно добиваться в общественном сознании. Стоите на майке. Стоите на майке. Стоите на майке.